Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Биткоин и эфириум сегодня продолжают падать, но в этом падении есть кое-что очень странное. Но прежде чем мы к этому перейдем, давай очень быстро посмотрим на весьма интересные движения цены биткоина. Мы с тобой уже не раз обсуждали эту логарифмическую кривую, которую я обозначил красным цветом, пробитие которой в 2013 году вот здесь привело к бешеному росту биткоина. Буквально за 4 недели он достиг окончательного пика этого цикла. Мы также видим, что этот же уровень играл важную роль и в 2017 году. Как мы видим, он был то сопротивлением, то поддержкой, то опять сопротивлением. И наконец, в 2019 году на вот этом локальном взлете биткоина он также выступал в качестве сопротивления, которое не дало биткоину тогда вырасти еще дальше. В 2021 году этот же уровень, просто подумай, насколько он глобальный, также играет важную роль. То сопротивление, то поддержка, то опять сопротивление и наконец опять поддержка. Мы сумели окончательно пробить его 11 октября 2021 и после этого протестировали его один раз на предмет поддержки. Теперь заметь, где это падение биткоина, которое мы наблюдаем сейчас, нашло свою поддержку. Конечно же на этом красном логарифмическом уровне. Видишь, тень этой свечи отскочила как раз таки от этого уровня. Также интересно отметить, что недельные свечи перед этим находили сопротивление на следующей логарифмической кривой, которую я обозначил желтым цветом. Видишь, эти тени стремились именно к ней. То есть мы по факту ходим в этом диапазоне. И чем дольше мы находимся в этом диапазоне, тем выше становится цена биткоина и снизу и сверху. Что это значит? Что если красный уровень все еще будет оставаться поддержкой, то нас будет ожидать рост от этого уровня на 22% как минимум. Если же и желтый уровень станет поддержкой, то нас ожидает продолжение роста, которое приведет к тому, что биткоин от нижних своих границ до верхних вырастет на 62%. Но если этот красный уровень не удержится в качестве поддержки, то скорее всего может оправдаться тот самый сценарий Боба Лукаса, который я опубликовал в Телеграме и показывал во вчерашнем видео. Боб Лукас предполагает, что 21 ноября мы увидим дно в 53 тысячи долларов, после чего продолжим расти. Но при этом важно отметить, что Боб Лукас не продает свою долгосрочную позицию по биткоину. Простыми словами, мы должны следить за этим красным уровнем. Сейчас он играет ключевую роль в определении будущего движения цены биткоина. Что происходит с биткоином и эфириум прямо сейчас? Я подумал так, цена падает, а что делают крупные игроки? И вот что я обнаружил на криптокванте. И вот что я обнаружил на криптокванте. Интереснейшее наблюдение, как по мне. Это отток и приток биткоинов на бирже, на всех криптовалютных биржах. Этот показатель учитывает передвижение биткоинов на Бинансе, Коинбейсе, Битстэмп, Байбит, Кракен, Хобби и так далее. Кроме этого, он учитывает и кредитную торговлю, и спотовую. В общем, охватывает весь объем биткоинов. Посмотри на это. Вот эту последнюю свечу. 16 ноября 2021 года мы наблюдаем суммарный поток биткоинов в пользу вывода биткоинов с бирж. Люди заводили и выводили биткоины, а в итоге в сумме оказалось, что с бирж вывели 8637 биткоинов. Хммм, биткоин падает. По идее, приток биткоинов на бирже должен быть больше, чем отток. Мы же наблюдаем совершенно противоположную ситуацию. 8637 биткоинов вывели с бирж, пока он падает. То есть резервы криптовалютных бирж уменьшились практически на 9000 биткоинов на этом падении. Странно, да? Ведь если на биржах продают биткоины, резервы биткоинов на биржах должны расти. Почему же так происходит, как это видно на этом графике? Да потому что кто-то просто-напросто подбирает биткоины дешевле на 11000 долларов и куда-то их выводит. Наверное, на свои кошельки. Вот что происходит. Вот что нам показывает этот график. Ладно, биткоин. Биткоин не так внушительно выглядит. А что же эфириум, который упал значительно больше биткоина? Давай посмотрим, что происходит с ним. Посмотри на этот график для эфириума. Это то же самое, что мы только что смотрели для биткоина, только для эфириума. Здесь ситуация просто ошеломляет. Ты посмотри, сколько вывели эфиров вчера на этом падении эфириума. На вот этом падении вот такая свеча выводов эфиров с бирж. Почти два года мы не видели таких выводов эфириумов с бирж. Давай посмотрим немного ближе. Почти 2 миллиона монет эфириума вывели с бирж на этом падении. Такое впечатление, что крупные игроки ставят на эфириум больше, чем на биткоин. Ты просто осознай масштабы. Два миллиона эфиров. Это же около 8,5 миллиардов долларов по текущему курсу. Вот это масштабы накопления крупными игроками. Зачем же они это делают? В ноябре 2017 года были просадки побольше. Мы говорили об этом вчера. TechDev тоже это заметил у себя в твиттере. Он опубликовал это сравнение двух циклов 2017 и 2021 годов. Мы видим, что в 2017 году, 12 ноября, была большая просадка биткоина. Биткоин тогда потерял около 40% своей стоимости. Однако булран на этом не закончился. Наша же просадка была всего лишь около 12%, даже не 40%. Если мы упадем сейчас на 40%, то это будет 39 600 долларов. И даже после этого можно сказать, что булран еще не закончен. По аналогии с 2017 годом. Также Рауль Паль, известный инвестор, известный бык по эфириуму, опубликовал свое видение эфириума после этого падения. Он написал, я показывал этот график эфириума из этого цикла по сравнению с графиком биткоина из цикла в 2017 году. Если что, график эфириума на этом сравнении обозначен синим цветом, а белым цветом обозначен график биткоина из 2017 года. Совпадение было жутким, но даже эта распродажа повторилась день в день. Что же произошло с биткоином тогда? Он вырос на 300%, сказал Рауль Паль. Может быть, поэтому крупные игроки вчера и наверняка сегодня выводили с бирж эфиры даже активнее, чем биткоины. И закончить я хочу очень-очень интересным индикатором, который поможет тебе, как инвестору в биткоин. Поэтому ссылку на него я оставлю в описании под видео, он абсолютно бесплатный. Индикатор этот называется 2-летний MA Multiplier. Что это за модель? Она предназначена для использования в качестве инструмента для долгосрочного инвестирования. Эта модель выделяет моменты, когда покупка или продажа биткоинов приносила бы максимально много прибыли. При этом покупка биткоина была максимально выгодной тогда, когда цена биткоина опускалась ниже вот этой зеленой линии. Что это за зеленая линия? Это двухлетняя средняя скользящая. И продажа биткоина была максимально выгодной тогда, когда цена поднималась выше красной линии. Что такое красная линия? Это значение двухлетней средней скользящей, умноженное в 5 раз. Как только мы видим, что цена биткоина приближается или падает ниже зеленой линии, это самая идеальная точка для покупки. Просто идеальнее не будет. И как только цена биткоина либо приближается, либо превышает значение красной линии, это значит, что пора фиксировать прибыли. Как ты видишь, такие точки на графике встречаются не так часто. Около 6-7 раз за всю историю биткоина. Но каждый раз они 100% гарантируют тебе успех. Твоей сделки. Поэтому этот индикатор очень-очень классный. Я оставлю ссылку на него в описании, чтобы ты обязательно им пользовался. Сейчас, как мы видим, цена биткоина находится где-то посередине между этими двумя линиями. А значит, это еще один индикатор, который говорит нам о том, что пика в этом цикле все еще не было. На этом все, ребята. Меня зовут Богатей Иши Ди. Это видео было небольшим. Но я хотел показать тебе странные события, которые происходят на рынке. Потому что мне показалось это интересным. И если тебе тоже было интересно, почему бы не поставить лайк, а также не подписаться на канал. Здесь мы почти каждый день говорим про криптовалюту. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok